Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Облака хлора на улицах Новосибирска. Какими способами спасатели ликвидировали последствия разлива опасной жидкости? Должен быть рука, то есть находится подключенный. И получается, вот, подцеплен к рукаву. Тотальные проверки после пожара на базе отдыха. За что инспекторы штрафуют владельцев детских лагерей? Умная система не требует дополнительной инфраструктуры. В уже имеющейся на парковке шлагбаум встраивается небольшой блок размером с мобильный телефон. Умная парковка для ленивых водителей. Где стоит шлагбаум, который сам распознает номера машин? Уже этой осенью в Куйбышеве должна появиться вода принципиально нового качества. Об этом сегодня заявил губернатор Новосибирской области. Какие еще вопросы обсуждали в рамках рабочей поездки главы региона в Куйбышевский район, расскажет Андрей Баев. Куйбышев – один из самых больших городов Новосибирской области. Вот только качество местной воды из кранов многие годы оставляет желать лучшего. На данный момент не очень хорошая вода у нас, конечно. Желтая, за что платим непонятно. Ну а ждете воду, это нормально? Ну ждем, конечно, надеемся. Надежды жителей Куйбышева должны быть оправданы уже в этом году. На новых очистных сооружениях города завершили первый этап строительства. Инспектирует объект губернатор. Без этой станции, докладывают специалисты, Куйбышевскую воду не очистить. При такой цветности, теоретически по СНИПу даже не работает. При цветности выше 70 градусов у нас обязательно надо реализовать горизонтальные отстойники, что сейчас я сделаю. На первую очередь новых очистных сооружений потратили 194 миллиона рублей. Сейчас идут пусконаладочные работы. Второй этап – реконструкция действующего водозабора, замена всего оборудования на современные агрегаты. Также глава региона поставил задачу обеспечить персонал достойными условиями работы. Те бытовки, в которых сегодня люди вынуждены работать круглосуточно, не выдерживают никакой критики. Давайте думайте. Ну нельзя в этих условиях думать, что кто-то чистую воду, гостовскую подаст. Никто не подаст. Потому что в свинских условиях люди находятся. Да, давайте думать. Ответил глава региона и на главный вопрос. Когда жители Куйбышева получат воду не хуже Новосибирской? В конце августа, в начале сентября будет подана питьевая вода. Совершенно другим качеством. Она несколько еще не будет соответствовать ГОСТу. Абсолютно ГОСТу. Но ГОСТу мы знаем, как довести ее до конца года. И первым кварталом будущего года, 18-го, подать абсолютно соответствующую питьевую воду ГОСТу. Это будет первый случай в Новосибирской области, кроме Новосибирска самого. Там вода соответствует ГОСТу. А в сельской местности нигде. Также в ходе рабочей поездки первые лица региона ознакомились с ходом строительства терминала хранения погрузки и перевозки голубого топлива. Один из самых крупных инвестиционных проектов. Объем вложений более 10 миллиардов рублей. Первую очередь введут уже в следующем году. Эффект газового предприятия, говорят эксперты, это увеличение вдвое валового продукта Куйбышевского района. Андрей Баев, Алексей Зубила, Новости ОТС. Комплексные учения прошли сегодня на Новосибирском городоканале. Представители различных ведомств отрабатывали действия по предотвращению масштабной угрозы заражения хлором. Подробнее расскажут мои коллеги. Это облако хлора. Его имитируют желтые дымовые шашки. По легенде учения, из-за аварийного отключения электричества поврежден контейнер с ядовитым веществом. Склад загорелся. Однотонна жидкого хлора стремительно вытекает за пределы насосно-фильтровальной станции. Сегодня мы отрабатывали здесь чрезвычайную ситуацию с выбросом хлора в хлориле. Поэтому учения эти достаточно полезны для всех служб. Прежде всего направлены на обеспечить взаимодействие между всеми аварийно-спасательными формированиями, находящимися на территории нашего города, нашей области. После сигнала тревоги первыми к устранению утечки опасного вещества приступают сотрудники горводоканала. Они огораживают склад с хлором, включают систему полива внутри и вокруг здания. Это максимально уменьшит распространение облака газа. Каждая станция у нас станция водоподготовки в городе Новосибирске 3, ФС-1, ФС-3, ФС-5 имеет абсолютно достаточное количество таких формирований, оснащенных, обученных, знающих свое дело, в круглых сутках работающих и умеющих справляться с той задачей, чтобы обеспечить работоспособность системы. Другая бригада в это время заделывает отверстие в поврежденной бочке, накладывает заплатку и стягивает ее хомутом. Одновременно прибывают службы пожаротушения. Под завалом есть пострадавшие, и их нужно спасти. Пожарная служба здесь присутствовала для совместной работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, а именно осаждения облака хлора, и ликвидации очагов загорания. Хлор тяжелее воздуха, поэтому он стелится по земле на высоте до 3 метров, проникает во все помещения и подвала. Этим он и опасен для человека. Хлор является аварийно-химически опасным веществом. При попадании внутрь организма происходят ожоги дыхательных путей и легких, в результате чего происходит заполнение легкой жидкостью и удушье. И концентрация, которая необходима для отравления организма, менее 2-3 граммов попадания внутрь организма, чтобы всех уже погиб. Чтобы не допустить распространения химического вещества, специалисты установили комплексный пункт. Обработка техники и спасателей проходит в специальных конвертах, надувных ваннах. На дворе лето, но если авария произойдет зимой, спасатели смогут устранить последствия и пройти специальную обработку. Для этого используют тепловую пушку. Она поддерживает температуру плюс 30 круглый год. Екатерина Тихомирова, Алиса Кейкуль, Александр Ведерников, Новости ОТС. К другим темам. Можно ли припарковать автомобиль с помощью мобильного телефона? Сибирские разработчики уверяют, можно. Изобретения молодых предпринимателей уже тестируют на площадках технопарка и городских торговых центров. О том, как это происходит, расскажет Екатерина Киселева. Мы подъезжаем, как обычно, подъезжаем к стойке. Все, шлагбаум открылся. Проезд открыт. Нужно только мобильное приложение с номером вашего автомобиля. Система, разработанная резидентами Академпарка, не требует карт и пультов. Работает автоматически. О пробках и заторах перед шлагбаумом, поисках паркоматов для оплаты стоянки можно забыть. Камера распознает номер автомобиля на въезде или на выезде. И система автоматически поднимает шлагбаум. И она считает тариф по тарифу конкретного места. Они везде разные. Где-то 3 часа бесплатный период, где-то 4, где-то час. Она все знает. То есть она запускает, выпускает автоматически. Оплата через банковскую карту. Отчет приходит тут же, по СМС. За год в бизнес-инкубаторе проект модернизировали. Перешли от блютуз-соединения к интеллектуальному распознаванию. Сегодня систему успешно тестируют на парковках технопарка и многих торговых центрах города. Аналогов в мире пока не существует. Запустить приложение массово планируют ближе к осени. Умная система не требует дополнительной инфраструктуры. В уже имеющейся на парковке шлагбаум встраивается небольшой блок размером с мобильный телефон. Также устанавливают видеокамеры. Распознает пользователя буквально в считанные секунды. Оснащение одной парковки обойдется примерно в 30 тысяч, что в разы дешевле привычных систем обслуживания. Умная парковка актуальна для мегаполисов, ведь система существенно сокращает трафик. Установить ее можно и на придомовых территориях, и даже внести в базу гостевые автомобили. Кроме того, в системе зарегистрируют спецтранспорт, а значит, для пожарных и машин скорой помощи въезд на огороженную территорию уже не будет проблемой. Екатерина Киселева, Олег Сурков, Новости ОТС. После пожара на базе отдыха «Оазис» в Ордынском районе губернатор поручил проверить все места, где могут отдыхать дети. Это касается в первую очередь бас отдыха и лагерей, которые не входят в региональный реестр, потому как в официально включенных проверки проходят практически каждый день. Тему продолжит Кристина Лата. Жилые корпуса, игровые площадки, столовые. Без внимания не останется ни одно место в лагере. Сегодня тут проходит комплексная проверка. Под контроль попадает практически все, начиная от того, что дети едят на завтрак, до того, чем занимаются в свободное время. Особое внимание пожарной безопасности. Каждый корпус должен быть оснащен огнетушителями и планами эвакуации. А пожарные краны по всей территории лагеря в шаговой доступности. В связи с последними событиями на базе отдыха в Обрашино контроль за этим ужесточен. Должен быть рука, то есть находится подключенный. И получается, вот, подцепленный, вот, вот, все, все, нормально. Подобные проверки проходят в каждом официально включенном в реестр лагере. Сейчас мы делаем просто срез непосредственно работы. И поэтому каких-то глобальных замечаний, но на таких проверках выявляется мало. Потому что все требования известны, все правила изучены. И руководители организации прекрасно понимают, что и как делать. И поэтому какие-то замечания, если возникают, они носят такой рекомендательный характер. И очень часто исправляются по ходу проверки какие-то вещи. За смену приезжают инспекторы, несколько надзорных органов. В итоге мониторинг детских лагерей идет практически ежедневно. К тому же до того, как лагерь распахнет свои двери, необходимо получить лицензию и пройти проверку. Мы, во-первых, заранее должны за два месяца подать в Роспотребнадзор заявление о том, что мы будем вообще делать здесь лагерь. И, соответственно, уже все знают, что здесь будет лагерь, чтобы также нас могли проверять, контролировать и так далее. То есть к нам, например, может приехать районные представители, тут же следом областные. Может приехать, допустим, просто УВД, отдел по делам несовершеннолетних, Росгвардии. Ну, то есть разные вот инстанции. И в совокупности получается очень много. С начала июня на летних площадках отдохнули более 77 тысяч детей. При выборе места отдыха для своего ребенка в первую очередь стоит проверить, включено ли оно в официальный реестр. Сейчас в нем зарегистрировано 80 загородных лагерей по всей области. Только тогда можно гарантировать, что возможность чрезвычайных ситуаций будет сведена к минимуму. Только входящий в реестр организации мы можем гарантировать о том, что там обеспечена пожарная безопасность, то, о чем сейчас так актуально говорить. Там обеспечена организация, там хорошо организовано качественное и сбалансированное питание. Там подготовлена территория, обработанная от клещей. И там проведены все мероприятия, необходимые для того, чтобы принять детей. Сейчас такие проверки будут проходить и в частных лагерях, и на базах отдыха. Лето продолжается, и отдыхающие должны чувствовать себя в безопасности. Кристина Лата, Александр Егоров, Ксения Короткевич, Новости ОТС. 100 тысяч рублей на воплощение идеи. Студентка Новосибирского государственного университета экономики и управления выиграла грант на молодежном форуме «Территория смыслов». Она предложила новую форму для взаимодействия работодателей и студентов. Подробности в сюжете Ксении Петренко. Анастасия вернулась домой несколько дней назад, но до сих пор не может поверить, что ее проект получил поддержку. Говорит, на форум поехала, чтобы других посмотреть и себя показать. Она студентка четвертого курса на факультете «Бухучет». На форуме «Территория смыслов» на Клязьме попала на смену молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса. Было интересно то, что практически всю смену на трех или четырех лекциях разговаривали о биткоинах и криптовалюте, а я в ней не очень сильно разбираюсь. Я требушила, ребят, расскажите, что это такое, потому что тема неизвестна, но так как я все-таки экономист, хотелось узнать что-то новое. И вот как-то так общались с ребятами. Также были интересны лекции по лидерству, по тому, как создать эффективную команду. Кроме обучающих мастер-классов, встреч ведущими экономистами страны ребята представляли свои проекты на конкурсе. Всего подали больше 200 заявок. После публичной защиты лишь 20 идей были признаны лучшими и получили финансовую поддержку. Среди них и бизнес-уикенд охота. У Насти было только три минуты, чтобы рассказать о проекте. Ее команда предлагает проводить неформальные встречи студентов и работодателей. Без галстуков ребята и бизнесмены будут играть, работать в команде, общаться и обмениваться контактами. Такие встречи помогут студентам понять, что от них требует современный рынок труда. Проект рассчитан для обучающихся с первого по третий курс. Многие говорят о том, что кризис на рынке труда. На мой взгляд, ситуация в последние четыре года кардинально не меняется. Стабильно мы наблюдаем, что более 80% выпускников вузов находят свою работу на протяжении шести месяцев после получения диплома. Естественно, есть ряд сложностей, большинство из которых обусловлено все-таки отсутствием опыта работы. Поэтому здесь рекомендация одна для всех – это стремиться получить этот опыт уже во время обучения в вузе. Сейчас авторы проекта договариваются с представителями различных компаний и составляют план бизнеса уикенда «Охота». А полученные деньги собираются потратить на аренду турбазы для мероприятия и транспортной доставки участников. Провести бизнес «Охоту» планируют в октябре. Ксения Петренко, Артем Валевич, новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Здесь жить очень давно не было никаких ремонтов. И люди, я как знаю, что должны быть благодарны этому. Иркутская область, Великий Байкал, Яков Пакабов тебя открывал. Здесь нужно быть бесстрашным. Я не боюсь трудностей, но гонка сделала меня храбрее. Сильнее, быстрее. Кирпичный двор представляет лучшее сочетание сезона. Кирпич соломенный и сажа строительная. Весь товар в наличии на складе. Это новость ОТС. Мы продолжаем. Отвлекся от дороги и рискнул жизнью людей. Накануне вечером в Кировском районе Новосибирска перевернулся пассажирский автобус. 19.40. Автобус 10 маршрута, которым управлял 66-летний водитель, двигался по улице Беловежской в сторону улицы Сибирьков-Гвардейцев. Допустил наезд на световую опору, после чего автобус опрокинулся. По словам одного из очевидцев, автобус подрезала легковушка. Однако, изучив запись видеорегистратора, инспекторы такую причину аварии считают маловероятной. Дело в том, что в пазике не было кондуктора. Водитель сам рассчитывал пассажиров, одновременно управляя транспортным средством. Это подтверждает видеозапись из салона. По предварительной информации, шофер был трезв, а путевой лист нареканий не вызывал. В результате опрокидывания серьезно пострадал сам водитель и трое пассажиров, две пожилые женщины и мужчина. Они госпитализированы, остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Другим темам. Почти 500 миллионов рублей из федерального бюджета получила Новосибирская область на реализацию проекта «Городская среда». В него вошли города и поселки региона с населением больше тысячи человек. Благоустроить планируют придомовые территории и места массового отдыха. На 160 объектах уже ведут работы. Одним из первых в программу попал поселок Горный Тагучинского района. Сегодня там побывала рабочая группа проекта и журналисты ОТС. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Рабочий поселок Горный в Тагучинском районе называют территорией опережающего развития. Перспектив много, но чтобы сюда пришли инвесторы, нужно провести газ. Тогда новые предприятия обязательно появятся. У нас есть уникальное месторождение щебня, диабаза, который подходит по своим характеристикам для изготовления высококачественного теплоизоляционного материала. В Горном раньше многих населенных пунктов начались работы и в рамках проекта «Городская среда». Парк Победы уже благоустроили, сейчас работает на площади перед Домом культуры. Тут отремонтируют крыльцо, положат брусчатку. Изменится и территория вокруг местного пруда. Попадают в федеральный проект и придомовые территории. Одно из первых в Горном двор многоэтажки на улице Молодежной. Здесь будет укладывать, как я насколько понимаю, разговаривали с Карпачем, что вот эти все придомовые тепло укладутся плиткой. И довольно-таки будут пантусы, будут перила, как все возможны. У нас здесь большинство живет пожилой состав континента, как говорится. Что благоустраивать решают сами жители. Это главное условие проекта. В Горном люди активные. Сами убрали мусор на улицах, покрасили заборы, высадили цветы. Проект «Единая Россия» рассчитан на пять лет. Реализуется за счет федерального, областного и местных бюджетов. Область получила из федеральной казны 470 миллионов рублей. Большинство проектов у нас уже законтрактовано, работы производятся. И мы ждем уверенного завершения этих работ в конце сентября, в начале октября этого года. Я убежден, что таких объектов будет много. Проект переходящий. Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, что финансирование на 2018 год совершенно точно будет не меньше, чем на 2017. В программу «Городская среда» попали все районы Новосибирска и области. Только придомовых территорий планируют благоустроить порядка 300. Уже работают в Венгерво, в Искитиме, в Устарке и во всех районах Новосибирска. Строят планы и на будущий год. План досконально еще неизвестен, потому что мы программу благоустройства Новосибирской области должны утвердить в сентябре этого года. Это по условиям Минстроя России. Там же тоже есть определенные условия. А до конца года муниципальное образование этого года должно утвердить свои программы благоустройства своих населенных пунктов. Рабочая группа сегодня посетила и новую школу с бассейном. Здание возвели за 10 месяцев. Сейчас заканчивают строительно-монтажные работы. Скоро приступят к благоустройству и установке оборудования. Первых учеников тут планируют принять уже в ноябре. Елена Мирошниченко, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Электронных граждан в Новосибирской области становится все больше. Сегодня на портале Госуслуг зарегистрировали миллионного пользователя. О плюсах онлайн общения с государством. Сюжет Екатерины Киселевой. Записать ребенка в детский сад, подать заявление в ЗАГС и даже открыть свой бизнес. Практически в один клик. Для регистрации на портале понадобится только паспорт и СНИЛС. В Новосибирской области к удобной системе электронных услуг за день присоединяются до 50 человек. И вот уже миллионный пользователь портала Валерия Савич. На сайт обратилась, чтобы сменить фамилию после замужества. С помощью онлайн-сервиса удалось избежать очередей и бумажной волокиты. На сайте оплатить госпошлины можно с 30% скидкой. В статусе электронных граждан уже почти треть населения страны и больше 50 миллионов человек. Для удобства пользования разработчики совершенствуют интерфейс и расширяют список услуг. По развитию сервиса не по названию услуги, не все же знают, как правильно это называется, а по жизненной ситуации, рождение ребенка, выход на фензию. Для того, чтобы портал помогал с информацией, на какие услуги человек может рассчитывать при изменении какой-то жизненной ситуации. Уже сейчас на единый портал можно обратиться за муниципальными, региональными и федеральными услугами. В данный момент работают над подключением смс-уведомлений, а оплатить услуги онлайн можно уже сейчас. В планах сократить количество необходимых документов для обращения. Следующий виток развития портала госуслуг – это та самая мультирегиональность. Это обеспечение единого окна для пользователей, которое будет более удобное, более функциональное, более, наверное, дружественное к пользователю, и плюс еще одна часть, которая очень важна – это мобильная составляющая. Мы видим, мир идет в сторону мобильности, и возможность обеспечения электронных услуг на мобильных платформах, на приложениях – это следующее направление развития существенное. Компания не только разрабатывает портал, но и обеспечивает доступ к нему. К интернету за последний год подключили больше сотни отдаленных населенных пунктов, где проживают до 500 человек. На этих территориях с 1 августа отменят плату за Wi-Fi соединение, а до 2020 года качественным доступом ко всемирной сети планируют обеспечить и крупные населенные пункты. Екатерина Киселева, Борис Гладких, Новости ОТС. Творческие выступления, дефиле и офицерский бал в качестве кульминации. В Новосибирске прошел второй этап всероссийского конкурса красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы. Подробности далее. Кузнецова Анастасия Ермановна. Конкурсанты в погонах, как и зрители. Переодеваются только для конкурсов. В одном из них нужно рассказать историю родного края. Ограничений в выборе жанров нет. Иркутская область. Великий Байкал. Яков Покапов тебя открывал. Еще одна задача. Рассказать о своей профессии в необычной форме. Читают рэп, показывают мини-спектакли. Глафира Воробей работает инструктором по гражданской обороне уже второй год. В Новосибирск девушка приехала из Новокузнецка. Ее младшая сестра собирается продолжить династию. Глафира сегодня поддерживает вся семья. У нас на выходных приезжала в гости. И мы все ей помогали. Помогали снимать видео, помогали выбирать наряды. Конечно, конечно, все ее поддерживают. Лучше из лучших. Девушки уже доказали свое право на победу. Первый этап конкурса проходил в регионах. Там они соревновались по стрельбе, строевом марша и беге. Цель на сегодняшний день такая, чтобы популяризировать эту профессию, чтобы рос ее престиж, авторитет уголовно исполнительной системы, в том числе и среди женщин. Не секрет, что у нас более 20% на сегодняшний день представительницы женского пола служат уголовно исполнительной системе России. Праздник заканчивается большим официальным балом. Партнеры девушек – профессиональные танцоры. Глафира Воробей в итоге становится лучшей. Впереди у нее следующий этап конкурса, который пройдет в Москве. Александр Куршев, Екатерина Соболева, Евгений Агеев. Новости ОТС. Сегодня в столице региона стартовал сибирский этап самой протяженной велогонки России. Спортсменам предстоит проехать более 800 километров до следующей остановки в Красноярске. Подробности в сюжете моих коллег. Соперников 9 человек из 7 стран. Велогонка «Транс Сибириан Экстрим» – это больше 9 тысяч километров российских дорог. На двух колесах это расстояние преодолеют за две недели. Это самая длинная этапная велогонка в мире. Москва-Левосток. 9 тысяч 200 километров. 11 этапов. Самая длинная – 1400 и самая короткая – 310. Значит, 11 этапов как Тур-де-Франс, но общая – три раза больше. Впервые в велопробеге участвуют женщины. Но для них сопытание оказалось слишком тяжелым. Обе спортсменки сошли с дистанции. Долгий путь, переменчивая погода и суровые условия соревнований помешали продолжить гонку. Несмотря на все неудачи, для меня это было незабываемым опытом. Здесь нужно быть бесстрашным. Я не боюсь трудностей, но гонка сделала меня храбрее, сильнее, быстрее. От меня требовалось быть выносливой. И я сделала все, что смогла. Лидерам гонки, петербуржцу Алексею Щебелину и немцу Пьеру Бишеву, приходится сложнее. Их разделяют всего три минуты в общем зачете. Любая заминка может стоить победы. Редкий отдых, короткий сон и большие нагрузки. Так живут спортсмены, начиная с московской кольцевой автодороги. За пилотоном следует несколько машин с медикаментами, питанием, помощниками и врачами. Для каждого гонщика своя. Ко всему нужно быть готовым. За эту дистанцию много чего может случиться. Поэтому постоянно нужно быть сконцентрированным, чтобы оставаться здоровым и сохранять достаточно энергии для гонки. Но ощущения действительно незабываемые. Спортсменам предстоит проехать еще несколько российских городов. После Красноярска гонка продолжится в Иркутске, Улан-Удэ и Хабаровске. Велосипедисты финишируют в Владивостоке 10 августа. Борис Киргенеков, Александр Поляков, Александр Кабукин. Новости ОТС. Волейбольный «Локомотив» завершает первые сборы в рамках подготовки к новому, непростому сезону. Сейчас команда тренируется в Новосибирске на клубной базе, но уже 1 августа улетает на сборы в Болгарию. Пока в расположении клуба нет сборников, отсутствует и главный тренер. На одной из тренировок команды побывала Маргарита Онникова. На тренировке всего 11 игроков. Это пока все, кто поступил в расположение команды. Савин и Куркаев, а также новичок Лока Роман Мартынюк вызваны в российскую сборную для подготовки к чемпионату Европы, который стартует в конце августа. Отсутствуют и новички-легионеры. Турецкий связующий Арслан Экши и немецкий диагональный Георг Грозер. Они также тренируются вместе со своими национальными сборными. Главный тренер железнодорожников Пламен Константинов и его помощник Алессандро Пироли сейчас в Болгарии работают с командой этой страны и удаленно контролируют тренировки волейболистов «Локомотива» в Новосибирске. В полном контакте мы постоянно записываем тренировки на видео, отправляем их, они смотрят, анализируют, созваниваемся, как-то что-то там добавят, что-то там прибавят, какие-то упражнения. Все, полный контакт, втягивающий сбор. Ребята, такой, лучше с отпуска почувствовать. У нас, кстати, у многих команд, у многих тренеров есть такая тенденция, что сначала там определенное количество дней идет только ФП, только физические нагрузки, и потом, через какое-то время, в волейбол. У нашего же тренера у нас идет в комплексе физические нагрузки с волейболом. Возвращение «Локомотива» в Лигу чемпионов поспособствовало активной трансферной политике в межсезонье. В команде поменялось семь человек. При том, что все новички, титулованные, опытные волейболисты, лидеры национальных чемпионатов, «Локомотива» удалось сохранить и основной костяк с прошлого сезона. Команда новая, игроки, те, которые пришли, и хотят, наверное, реализоваться и показать себя в полном объеме, в котором они могут себя реализовать. И будут бороться за место в составе, потому что конкуренция в этом году в «Локомотиве» очень серьезная на все позиции. К тому же очень много соревнований. Это же Лига чемпионов, да, это может быть главное соревнование европейского чемпионата. Именно возможность участия в Лиге чемпионов во многом стала решающим фактором для новичков «Локомотива». Например, Михаил Щербаков переехал в Новосибирск из Кемерово, где играл в Кузбассе с момента его основания. А Алексей Родичев решился на смену клуба после восьми сезонов в Сургутской «Газпром-Югре». Когда все равно проводишь долгое время в команде, в городе, безусловно, какие-то и воспоминания, и привязанности остаются. Но это жизнь. Почему предпочтение было в пользу «Локомотива»? Ну, наверное, уровень. То, что хорошая команда, то есть и задачи определенные, и медали, да, то есть как бы на чемпионат и на Еврокубке. Все равно, когда что-то менять надо, нужно выходить из зоны комфорта. Вот я решил попробовать. Команда амбициозная, с большими интересными задачами. Тоже хотелось бы попробовать для себя уже выйти на какие-то уровни такие, где нужно решать. Команда будет тренироваться в Новосибирске до 1 августа, а затем улетит на сборы в Болгарию. Там, возможно, новосибирцам предстоит провести контрольные матчи со сборной этой страны. Первый турнир в сезоне для железнодорожников – предварительный этап Кубка России. Он пройдет в Новосибирске в конце августа. Маргарита Онникова, Сергей Жданов, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Мы открылись. Дешевая аптека на Новоуральской, 17, в торговом центре «Район». Грандиозно низкие цены. Ваша дешевая аптека. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... Исправиться от так называемого... На улице с каждым днем. Депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новосибирск. Новосибирск. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok